И когда мы прибыли, люди на наших глазах начали выходить из подвалов. Мэр звал их, и они выходили на его зов. У них руки были черные, они не мылись все месяц или больше, их трясло. Я прямо чувствовал их недоверие к нам, их жуткую травму. Люди не переставая плакали. Я не могу понять, что вообще заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Это вообще возможно сейчас как-то исправить, чем-то помочь, поддержать людей, которые, например, выжили в Буче? Да, просто быть там. Так вышло, что мы были одними из первых, кто вообще попал в Бучу после деоккупации. Мы привезли им туда горячую еду. Мы приехали туда, где пряталось много людей, которые работают на фабрике неподалеку, это западная Буча. И когда мы прибыли, люди на наших глазах начали выходить из подвалов. Мэр звал их, и они выходили на его зов. У них руки были черные. Они не мылись все месяц или больше. Их трясло. Я прямо чувствовал их недоверие к нам, их жуткую травму. Люди, не переставая, плакали. Их переполняли эмоции. Мы пообещали им вернуться на следующий день. И мы вернулись с огромным грузовиком с едой. И как раз в этот день в прессе начали публиковать фотографии мертвых мирных граждан, убитых людей. Не могу передать вам, сколько раз я видел, как много значит этот простейший акт – покормить человека горячей едой. Люди показывали свою благодарность. Они нас обнимали, целовали и плакали. Кажется, что это ерунда просто приехать куда-то с едой. Но на самом деле это значит очень много. Покормить кого-то – это настоящий акт любви в ситуации настолько кризисной, что у людей нет буквально ничего. То есть вы приезжаете в городки и села вокруг Киева, вы устанавливаете там кухни и кормите людей, которые там живут и приходят за ужином? Зависит от ситуации. В Гуччи и Ирпине нет ресторанов, с которыми мы могли бы запартнериться. Что удивительно в нашей организации World Central Kitchen – это то, как эта система вообще позволяет работать в зонах бедствий. Обычно наша организация занималась ураганами или другими природными катастрофами. Придумывали способ, как обеспечить людей горячей едой там. Здесь все началось с того, что мы выставили кухню на польской границе, чтобы кормить украинских беженцев. Но постепенно мы наладили контакты с ресторанами и кафе внутри Украины, по всей стране. И сейчас в одном только Киеве – 99 ресторанов. Они делают тысячи блюд каждый день. И эта еда отправляется в бомбоубежище, на станции метро, где все еще ночуют люди, в больнице, теперь еще пригороды Киева. Это готовая горячая еда. И еще мы помогаем людям с покупками тоже, чтобы помощь длилась дольше, чем один день, и люди могли приготовить что-то сами для себя. В одном из районов Буччи, я знаю, что так, делали еще много где. Люди разводили на улице обыкновенный костер. Делали очаг. Из-за отсутствия электричества и газа им приходилось готовить прямо на этих очагах. У многих в огородах росла свекла и картошка, но постепенно кончилось, и все, из чего можно было бы сделать даже самый простой картофельный суп. Мы привозили им овощи и бакалею, рис, макароны, крупу какую-то, муку, плюс соль, масло для готовки, овощи, нутриенты, протеин, чтобы у них было какое-то базовое питание. И мы возвращаемся каждые 4-5 дней и подвозим еще. После Буччи мы так ездили в Бородянку, вчера опять в Бучу. Когда я был в Харькове, WCK ездили в Чернигов. А сам я еще надеюсь поехать в Сумы в эти выходные. Вы знаете что-то об информационной войне между российской пропагандой и международными информационными агентствами, которые работают сейчас в Украине? И если да, слышали ли вы о версии российской пропаганды, что все в Буччи было постановкой, и фотографии убитых мирных жителей – это один сплошной фейк? Могу ли я спросить вас, как профессионального кинорежиссера, это вообще возможно, сделать вот такие постановочные кадры? Нет, это абсолютно невозможно. Я не могу понять, что вообще заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские. Они попадают в их районы, убивают их соседей. Но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна. Вся эта страна сейчас мобилизована. Страна делает все для того, чтобы русские солдаты покинули их границы. Думаете, если кто-то из украинцев увидел бы, как украинские солдаты стреляют в своих же собственных людей, думаете, это продолжалось бы долго? Думаете, это не заметили бы, не доложили бы? А про русские силы, которых по-прежнему много в Украине, не попытались бы засвидетельствовать или хотя бы заснять это на видео? Это вообще невозможно. Я пытаюсь не связываться, если честно. Сейчас, когда я вешаю какие-то посты в соцсетях, то тут, то там возникает человек, который пишет, что все это фейк. И как же мне не стыдно за пропаганду. Я просто говорю себе, у меня нет времени на вас. Кто-то другой может найдет время объяснить вам. А я лично не думаю, что это стоит того. Вы ездите сейчас в эти места, наполненные человеческой болью. Так много боли и травмы. Например, отсюда, из Америки, мы видим невообразимо трагические сюжеты. Но вы реально находитесь там и общаетесь с людьми, которые остались живы. Есть ли в той реальности, в которой вы наблюдаете место надежды, оптимизму, вере в победу? Эта война объединила людей, как ничто прежде. Есть молодые люди, и я слышу их голоса повсюду здесь, которые могли уехать из страны, но они выбрали остаться. Молодые женщины, например, они выбрали остаться в Украине. Они хотят быть здесь, чтобы отстраивать страну потом. Они не пытаются сбежать. В Украине нет утечки мозгов. Люди остаются и хотят больше всего на свете, чтобы война закончилась. Они хотят отстраивать страну заново, делать ее лучше, чем была. Я вижу эти изменения даже в Буче и Гостомеле за три недели с того момента, как они открылись. Это мой личный опыт. Мы вчера ездили в тот же район Буче, где были в самый первый день. И там около одного из разрушенных зданий стояла та же самая бабушка. Она, кстати, снова начала готовить внутри. Но у самодельного уличного очага появилось особое эмоциональное, духовное даже значение. Это то, благодаря чему они выжили во время оккупации. Они сказали, что не будут разбирать эти печки, а наоборот сохранят их и будут готовить на них во время праздников. Думаю, эти печки теперь символизируют их силу. И теперь, когда танки покинули их улицы, разбитое стекло вымели, и жизнь постепенно возвращается в норму, каждый там делает все для того, чтобы Буча восстала из руины, посмотрела в будущее. Наблюдать за этой стойкостью просто невероятно. Кэрри, почему вы поехали туда? Там же невероятно опасно, вы можете погибнуть. Кроме того, я знаю, что вы были в Харькове, когда местное отделение World Central Kitchen бомбили. Есть определенные решения в жизни, которые ты принимаешь, понимая, что просто нет особого выбора. Это было такое решение. Все дороги как будто вели сюда. Как я уже сказал, я наблюдал за конфликтом в Украине все 8 лет и постоянно чувствовал, что ничего не могу сделать. А тут я почувствовал, что наконец-то могу что-то сделать, что мне важно быть частью этого. Я хотел поехать в Украину именно как волонтер, чтобы сделать что-то, с акцентом на слове «сделать». Я не хотел ничего снимать. И впервые я был глубоко фрустрирован этими событиями, когда мир не сделал ничего после того, как Путин аннексировал Крым. Я подумал тогда, что происходит что-то неслыханное. И последствия просто вопрос времени. Мне кажется, сейчас идут процессы, которые определяют 21 век. Этот опыт изменит вашу жизнь? Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Пока что я доволен тем, что мне удалось сделать. Довольно часто в жизни мы ощущаем, что сделали недостаточно или не хватило времени на какое-то действие. Но мне нужно будет вернуться в какой-то момент домой и продолжить работу, потому что здесь я нахожусь просто по собственному желанию, и никакой зарплаты мне, разумеется, никто не платит. Так что мне надо будет вернуться и поработать за деньги какое-то время. Но я бы очень хотел продолжить и заниматься такой волонтерской деятельностью между моими проектами и между фильмами.